И всем привет, ребят, с вами Мстер Моник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых скинов, которые мне выдали на мой специальный аккаунт. Сегодня мы вместе с вами рассмотрим Викинга Молота Демоник. Как по мне, ну, наверное, лучшие скины за последнее время. Зайдем также на них в матчмейкинговую, ой, нет, в матчмейкинговую, в обычную закрытую каточку, дабы рассмотреть получше эти скины. Ну и сделаем свой определенный вердикт. Сегодня, наконец-таки, эти скины выдали. Я, честно говоря, уже даже начинал задумываться о том, что, может быть, выдачи не будет, и мне придется потеть супер жестко на своем основном аккаунте, чтобы получать эти скины. Но, как минимум, как минимум, нет, на основе мы, конечно, будем пробовать, но как минимум, у нас есть возможность их рассмотреть на своем специальном аккаунте. И этим мы сегодня вместе с вами и займемся. Давайте одевать Викинга Демоник. Давайте одевать по отдельности. Уф, ну, конечно, в упорчике вблизи выглядит прям максимально сочно этот Викинг. Ну и теперь добавляем сверху на него еще молоточка. Сначала одеваем обычный молот. Ну и теперь добавляем Демоника молота. Также мне эти скины выдали на мой мегадонатный аккаунт. Соответственно, на мегадонате я тоже с этими грязными скинами запишу, возможно, уже даже завтра видеоролик. Ну, что я могу сказать? Ну, это достойно лайка. Это реально достойно лайка. Если вам нравятся подобного рода видосы с обзором скинов, с моментальной, можно так сказать, реакцией после их выдачи, то обязательно поддерживайте данный видос лайком. Ну и не забывайте подписываться на канал. Мне лично, ну, безумно жестко нравится, как выглядит этот Викингомолот. Я уже изначально до этого говорил о том, что это одни из лучших скинов в линейке за последнее время. Ну и после того, как я их получил на свой аккаунт, я теперь уже в этом уверен на все 100%. Очень жестко выглядит. Что касаемо молота, то вот этот вот череп, это, ну, прям сочно. Анимация, подсветочка. Если еще вот взять такую красочку интересную, да, анимированную, то выглядит прям вообще максимально жестко. Прям максимально жестко. Также у нас на молоте там доделаны анимированные, либо там какие-то визуализированные выстрелы. Поэтому давайте мы сейчас запикаемся в бой. Максимально крутой скин. Реально очень круто смотрится. Реально очень круто. Я даже, если честно, немножечко удивлен. Все-таки, когда ты смотришь его на картинке, это одно. А вот когда ты смотришь на своем танке, это уже немножечко другое. Бывает такое, что когда ты смотришь как раз-таки на картинке, скин выглядит прям супер круто. А когда ты его примеряешь у себя на танке, то он уже выглядит, ну, знаете, вот так. Ну, такое-се, типа, не супер круто, не супер жестко, да. То здесь я вот наоборот могу сказать, что как раз-таки скин, который выглядит на танке, выглядит, как по мне, сочнее даже, чем скин, который как раз-таки был у нас просто. На картинке, в виде скриншот. Запикиваемся в бой. Ну и смотрим. Я немножечко под эмоциями, немножечко поражен. Я, ну, наверное, ожидал, что он будет жесткий, но, наверное, не настолько. Наверное, не настолько. Красивый скин. Я хоть и не игрок, который гоняется за этими скинами, да, и не сказать, что я прям, знаете, супер заинтересован в скинах, но вот этот вид викинга молота, он прям реально очень крутой. Прям реально очень крутой. Так, попробуем выстрелить. Уф. Это что у нас тут такое? Я не вижу, если честно. А, вот она. Уф, ничего себе. Ну, я так понимаю, что такая перезарядка будет на всем, да, совсем скоро. Не только на этом молоте. Блин, ну круто, круто, круто. Такие сарделечки выпрыгивают из молота. А если под овердрайвом? Сейчас посмотрим, что под овердрайвом. Будет вылетать? Нет, под овердрайвом ничего не вылетает. Но мне нравится. Реально очень круто. Даже я вот задумался о том, на чем же мы, с каким устройством мы будем тестировать этот викинга молот. Пульсарчик бы, конечно, был бы идеальным. Но я так понимаю, что мне пульсара не выдали. А на основе я пока что пульсарчик не получил. Так бы можно было бы на этом викинга молоте с пульсарчиком затестировать всю эту тему. Но завтра, я думаю, что как раз таки на мегадонате у нас будет возможность с этим викинга молотом покатать в рамках матчмейкинговой катки, затестировать скины, обмыть, можно даже сказать, скины. И плюс довольно круто и успешно покатать. Ну, мне очень нравится. Реально. Я даже не знаю, что добавить, что убавить. Но если бы еще бы эти скины было бы попроще достать, да, то есть попроще было бы до них дойти в мини-игре, потому что, ну, как показывает практика и показывает мой личный опыт, дойти до этих скинов максимально сложно. Прям максимально сложно. Я не знаю, какие бешеные деньги надо вложить и сколько тонкоинов надо потратить, сколько надо конфет этих потратить, чтобы получить эти скины, но это выглядит очень жестко. И реально это вот один из немногих ивентов, когда я лично бы сказал бы, что ну, знаете, вот бывает такое, что я говорю, что типа, ну там скины, ну типа, ну какой понт от них, да, то есть какая там окупаемость, да, какой смысл тратить такое большое количество тонкоинов там или еще чего-то, да, потому что оно там, ну, не так круто выглядит. То здесь, ну, я лично не могу сказать, что это выглядит плохо. Я не могу. Мне реально нравится, да, то есть я как бы, и когда вышел Викинг с колесами, сказал, что он крутой, но мне кажется, что этот Демоник явно выглядит посочнее, чем как раз-таки Викинг с колесами. Мне очень-очень зашло. Надеюсь, что мы что-нибудь придумаем интересное, как реализовать эти скины. Надеюсь, что скатаем что-нибудь интересное на них, да. Напишите вы, что думаете по этому поводу, как вам вообще скины, и возможно, у вас есть какие-то предложения по поводу записи видеоролика с этими скинами. Для мега-доната я, в принципе, уже знаю, какой контентик грязный залетит, а вот как раз-таки на спецаккаунте, если у вас есть какие-то определенные мысли, возможно, что-то интересное готовы мне предложить, связанное с этими как раз-таки скинами, то предложите, запишем, сделаем обзорчик. Как-то так, друзья, быстрый врывчик с обзором скинов. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте обязательно на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный тег это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, буквально позавчера, да, позавчера, стартовал новый розыгрыш, поэтому обязательно принимайте участие. У меня, друзья, на этом все. Вот такой вот у нас коротенький, врывончик, но зато с какими сочными, аппетитными скинами. Всем спасибо и всем пока.